МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Светлое Христово Воскресенье. Католические верующие сегодня празднуют Пасху. Тенденции и перспективы развития СМИ и формирования общего информационного пространства Беларуси и России. Союзные парламентарии обсуждали в Гомеле вопросы информационной политики. Главные инвестиции в здоровье и будущее детей. Средства инвестиционной программы 2018 направят на строительство больницы, поликлиники и детского сада, а также возведение жилья. Праздник служителей и поклонников Мельпомены. На уходящей неделе отмечался День театра. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Сегодня католики всего мира отмечают важнейший христианский праздник – Пасху, в основе которого лежит евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа. Торжественные богослужения начались ночью и сегодня продолжились во всех костелах Гомельской области. Завтра для католиков начинается октава Пасхи, а потом 40 дней до Вознесения Господня. Наша съемочная бригада побывала в костеле Рождества Божьей Матери и разделила празднование Светлой Пасхи с прихожанами. В Пасху, как важнейший праздник церковного года, свершается особо торжественное богослужение. Многие приходят в храм целыми семьями вместе с детьми, внуками и правнуками. Символами Пасхи у католиков являются обновления, свет и жизнь. Обновление символизирует ключевая вода. Свет – огонь свечей, а жизнь – традиционные куличи, творожные Пасхи и яйца, которые освещаются в завершении богослужения. После духовной молитвы в праздник Светлой Пасхи все стараются разделить радость воскресения Христова с родными и близкими. Место встречи – за семейным столом. Разделить трапезу с ближними – одна из главных христианских традиций. Нужно сходить в костел, помолиться, а потом уже собираемся все за столом. Печем куличи накануне, всякие вкусности, потом в субботу все это освещаем, идем на службу утром и после службы собираемся всей семьей и отмечаем Пасху. Поздравляю всех с этим праздником, это очень хороший, светлый праздник. Всем желаю мира, счастья и добра в семьях. Воскресенье – первый и самый праздничный день Воскресения Христова. Завтра для католиков начинается атаква Пасхи, а потом – 40 дней до Вознесения Господня, которые будут продолжать нести свет праздника. Пасха – это событие, которое является центром христианской жизни. И, конечно же, это радость, и поэтому в эти дни наилучшее пожелание адресовываем ко всем, кто эту радость сердца носит. Хотелось бы пожелать этих духовных благ, прежде всего, веры, веры, которая является даром от Господа Бога и огромной любви. Любовь – это то, в чем нуждается каждый человек. Католическая и Православная Церковь, как правило, отмечают Пасху в разное время из-за того, что католики живут по Григорианскому календарю, а Православные – по Юлианскому, между которыми 13 дней разницы. Иногда Православные и Католические Пасхи совпадают, но в 2018-м между ними неделя разницы. Сегодня, в день празднования Католической Пасхи, православные верующие отмечают Вербное Воскресенье, которое начинает Страстную Неделю. Светлый праздник Пасхи они встретят в следующее воскресенье, 8 апреля. Евгения Кухаронок, Евгений Макеенко, Новости Недели. Вы смотрите Новости Недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит традиционный обзор от службы информации. Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявили общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспустила государственные флаги и отменила развлекательные программы в теле- и радиоэфире. Комельчане выражали соболезнования семьям погибших и пострадавшим в Российском Центре науки и культуры. К зданию центра люди несли цветы, мягкие игрушки и лампадки. Звонки со словами поддержки поступали со всей страны. Цветы от руководства области возложил заместитель председателя Гомельского облсполкома Владимир Привалов. Он выразил глубокие соболезнования и слова сочувствия и поддержки семьям погибших, всем жителям Кемеровской области, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также оставил запись в книге соболезнований. Во всех православных храмах Беларуси прошли панихиды об упокоении жертв пожара. В Гомельской области зажечь свечу памяти в храмы пришли 3000 человек. После трагедии в Кемерово в Беларуси взялись за проверку безопасности мест массового пребывания людей. Особое внимание торговым объектам, кинотеатрам, ночным клубам и бизнес-центрам. В одном из крупнейших торговых центров в Гомеле МЧС и ОВД провели учения и отработали действия в чрезвычайной ситуации. По легенде, пожар начался в детской комнате на четвертом этаже. Был запущен искусственный дым, но автоматическая пожарная сигнализация не сработала. Голосовое оповещение пришлось включать вручную. На тушение условного пожара съехались 12 единиц спасательной техники. Отработаны все возможные варианты эвакуации. В отношении руководителя начнут административный процесс. Выписаны обязательные для исполнения предписания, иначе центр закроют. Проверки и учения длились всю неделю. Об их результатах можно узнать на сайте МЧС. На заседании Гомельского облсполкома рассмотрены вопросы привлечения в экономику региона дополнительных инвестиций. По итогам двух месяцев соответствующее задание выполнено на 140%, что в абсолютных цифрах составило более 530 миллионов рублей. Одновременно сформирован перечень из 27 проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику области еще почти 80 миллионов долларов. Значительные надежды возлагаются также на запланированный в мае этого года 15-й Гомельский экономический форум, в ходе которого планируется подписать ряд инвестиционных договоров и протоколов о намерениях. Кроме того, до 15 апреля всем заинтересованным предприятиям и ведомствам поручено предоставить в Комитет экономики предложение по привлечению прямых китайских инвестиций. На заседании облсполкома обсудили также вопросы охраны труда. Причина – почти половины происшествий – невыполнение своих обязанностей руководителями. В ходе заседания на этот факт обращается особое внимание. Меры в отношении таких специалистов теперь будут приниматься более жесткие. Кроме того, увольнять с занимаемых должностей рекомендовано не только работников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или грубо нарушивших правила охраны труда, но и их непосредственных руководителей. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, провел прямую телефонную линию и прием граждан в городском поселке Корма. За несколько часов со своими проблемами к нему обратилось более 10 человек. Вопросы самые разные. Основная их часть традиционно касалась земельных споров и предоставления жилья. Среди обратившихся за помощью были и те, кто жаловался на задолженность предприятий по заработной плате или просроченный расчет за оказанные услуги. По всем вопросам даны разъяснения, каждый на личном контроле помощника президента. В Житковичском районе встретили уникальную паромную переправу. Спецпроект реализовали на Пинском судостроительном заводе. В основе уникального в своем роде парома обычная грузовая баржа. Длина 70 метров, грузоподъемность 1000 тонн. За один рейс паром может перевести 6 фур или 25 легковых автомобилей. В Гомельской средней школе номер 27, которая носит статус «Школа мира», встретили гостей из Курска и Санкт-Петербурга. Здесь начались мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России. После торжественного открытия мероприятия и концертной программы «Мы вместе» небольшой экскурс в историю. 2 апреля 1996 года подписан договор о создании белорусско-российского сообщества. Через год в этот же день договор о создании союзного государства. А дальше было небольшое, но важное отступление от сценария. Ведущие еще раз напомнили о трагедии в Кемерово и объявили минуту молчания. В течение двух дней школьники и учителя из российских городов посещали образовательное и культурное учреждения Гомеля, а также совершили экскурсию по Золотому кольцу Гомельщины. На этой неделе в Гомеле собрались депутаты комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике и их коллеги из постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. На совместном заседании обсуждались основные тенденции и перспективы развития СМИ на современном этапе. С озвученными предложениями и замечаниями ознакомились наши корреспонденты. Перед началом совместного заседания встреча с председателем Гомельского облсполкома Владимиром Дворником. Несмотря на то, что это по сути протокольное мероприятие, обстановка самая непринужденная. Разговор о ситуации в регионе и работающих здесь средствах массовой информации. Руководитель региона уверен, их потенциал можно использовать еще более эффективно. Местные журналисты могут готовить материалы, интересные и для россиян, с их размещением в союзных СМИ. Депутаты предложения поддерживают. Задействовать в этом мероприятии региональные средства массовой информации. У нас уже есть определенные наработки в этом направлении, но это на уровне города Минска. Каким быть союзным средством массовой информации и что могут сделать журналисты для дальнейшего развития союзного государства? Эти вопросы обсуждаются во время совместного заседания депутатов комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике и их коллег из постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Это вы информируете граждан союзного государства, граждан Республики Беларусь, граждан Российской Федерации, что мы делаем, как мы делаем. И я призывал и призываю, не надо, может, зацикливаться на всем положительном, что есть. Я призываю, наверное, надо обозначать и те негативные моменты. Их мало, но они есть. Ну, по-другому этого и не могло быть. Это те проблемные вопросы, которые мы должны обсуждать. И обсуждение всегда приводит к реализации и принятии положительного решения. Впрочем, проблемы сегодня есть и у самих союзных СМИ. Основная причина связана с финансированием. Несмотря на то, что средства, выделяемые из общего бюджета, телерадиовещательные организации союзного государства постоянно увеличиваются, их все равно не хватает для оплаты услуг кабельных операторов. Во время заседания этой теме особое внимание. Учитывая тот момент, что мы канал спутниковый, платный, хочу подчеркнуть, это один из вопросов, который на сегодняшний день мешает нам, скажем, двигаться дальше. Потому что для того, чтобы войти, скажем, в третий мультиплекс России, необходим финансовый взнос. Это сумма, превышающая во много раз наш годовой бюджет. Тоже касается и белорусской стороны. Поэтому, естественно, вот и сегодня на комиссии по информационной политике парламентского собрания мы активно бурно обсуждали, как нам двигаться дальше, какие есть у нас проблемы, как нам становиться доступным союзным телевидением. В качестве положительных примеров совместное участие в деятельности Европейского вещательного союза, международных книжных выставках и медиафорумах. Процесс союзного строительства достаточно активно освещается в региональных СМИ, в том числе Гомельской области. Сегодня в нашем регионе действуют 125 печатных и электронных СМИ, различные формы собственности, и практически каждый из них вносит свой вклад в развитие интеграционных процессов. Работа комиссии парламентского собрания, проведение Дней Гомельской области в Москве, мероприятия, приуроченные ко Дню Единения, открытие детских лагерей дружбы, где встречается молодежь Беларуси и России. Это только некоторые темы, которые затрагивались в передачах регионального телеканала «Беларусь-4. Гомель». Чуть позже, посещая редакцию областной газеты «Гомельская правда», депутаты и приглашенные на заседание комиссии руководители средств массовой информации еще раз затронут тему создания единого информационного пространства и обсудят перспективы развития СМИ. Разговор о более активном освоении интернета и создании мобильных приложений. Необходимо учитывать современные тенденции. Мы должны думать о том, каким образом мы будем доносить наш контент до зрителей. А на сегодняшний день, особенно молодежь, телевизионные приемники смотрят намного меньше, чем раньше. Молодежь вообще с утра до вечера сидит в гаджетах, телефонах и прочих мобильных вариантах. И, естественно, думая о будущем нашего союзного телевидения, мы должны думать и о тех будущих зрителях, каким образом они будут узнавать информацию о союзном государстве. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Новые больницы, поликлиника, детский сад. И не только. Почти 120 миллионов рублей направят в этом году из областного бюджета на реализацию инвестиционной программы 2018. Деньги пойдут на строительство или реконструкцию объектов социальной сферы, ЖКХ, возведение жилья. Как распределялись инвестиции, где находятся основные стройплощадки, узнала наш корреспондент Марина Джалая. В списке объектов, которые построят или отремонтируют, более 90 позиций. Свыше 25 миллионов потратят на строительство в отрасли здравоохранения. На сферу образования уйдет почти 3,5 миллиона. Чтобы узнать обо всем подробнее, наша съемочная группа отправилась в Комитет по строительству и архитектуре. Утверждена программа инвестиционная на 2018 год. Расскажите, пожалуйста, какие объекты в нее входят, которые располагаются в Гомеле и на территории нашей области. Основными объектами текущего года можно считать поликлинику в 17 микрорайоне. В текущем году мы продолжаем финансирование строительства взрослого отделения. Особое внимание предлагается уделить двум объектам. Это жилые дома для детей-сирот в городе Ельске и в Жлобине. Внимание мы уделяем объектам производственного назначения. В текущем году планируется выполнение работ по модернизации щепзаводов в Глушковичи. Также планируется выполнение работ в 17 сельхозорганизациях в области. Предусмотрено ли выделение средств в рамках инвестиционной программы на жилищное строительство? Безусловно, как и в предыдущие годы, мы планируем продолжать финансирование отрасли жилищное строительство. В текущем году в рамках инвестиционной программы запланировано выделение порядка 44 миллионов белорусских рублей для возведения порядка тысячи квартир социального и коммерческого использования и с учетом, безусловно, строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, продолжат строительство областного врачебно-физкультурного диспансера по улице Быховской в Гомеле, спортивно-оздоровительного центра в Мозере, блока плавательных бассейнов в Ветке. В 104-м микрорайоне областного центра реализация инвестпрограммы позволит начать строительство детского сада на 190 мест. И, наконец, самый масштабный объект в сфере здравоохранения – Гомельская областная детская клиническая больница. Завершение строительства ждут не только медики, но и родители. Это будет целый детский больничный комплекс, рассчитанный на 550 коек разного профиля. Здесь будет 15 отделений, в том числе новое травматологическое. Кроме того, сюда переведут большинство отделений детской больницы, которые пока находятся в разных уголках Гомеля. Было три корпуса, станет девять. Некоторые планируют сдать уже к июлю. Мы прошли по стройплощадкам и заглянули в здания, которые вот-вот будут готовы. Александр Васильевич, куда мы пришли? Расскажите, какое это отделение будет? Мы находимся в новом неонатальном корпусе. Степень готовности практически на этом этаже 100%. Это палата для новорожденных детей. Здесь будет два отделения для детей с поражением нервной системы и для детей новорожденных и недоношенных. В том числе будет отделение реанимации для новорожденных и диагностические кабинеты рентгенологические, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики. Эти палаты уже практически готовы. Чтобы медсестре было проще контролировать состояние маленьких пациентов и все время быть на чеку, сделали вот такие сквозные окошки. А в этой палате уже есть и специальные современные кроватки для новорожденных. В этом отделении существует некое зонирование. Что это такое? Здесь выделены палатные блоки для того, чтобы максимально разделить потоки пациентов с разной патологией. Даже у новорожденных могут быть разные заболевания, в той или степени требующие разной изоляции. И в каждом таком палатном блоке у нас предусмотрены все удобства для матерей. Это выключая душ, туалет и максимально комфортные палаты для пребывания детей. Там один, два, ребенка не более. Самыми первыми сдадут неонатальные и хирургические корпуса. Безусловно, это станет долгожданным и важным событием. Ведь самые главные инвестиции – здоровье и будущее наших детей. Марина Джала, Игорь Морищенко. Новости недели. Кстати, на днях мой коллега Александр Говейко встретился с главным врачом Гомельской областной детской клинической больницы Вячеславом Ижаковским. Узнал, какие из детских патологий беспокоят специалистов больше всего. И почему наиболее уязвимы дети до трех месяцев. Несмотря на преклонный возраст детской больницы, клиника в год обслуживает около 17 тысяч пациентов. И это немало. Какие из детских патологий сегодня беспокоят специалистов больше всего? Да, действительно, преклонный возраст, о котором вы сказали, оно действительно имеет быть. Через два года, через три года больнице исполнится сто лет. Вот. Действительно, обращение 17 и более тысяч вообще в клинику. Более 12 тысяч детей проходит стационарное лечение. Ну, безусловно, педиатров и сотрудников больницы, ну, вся патология и любая... Каждая детская жизнь, это ценность. Да, она, собственно говоря, волнует. Но вот в последнее время меня вот лично и персонал волнует состояние здоровья детей самого раннего возраста. Это дети новорожденные, это дети первых трех месяцев жизни. Эти дети, они очень зависимы от состояния здоровья мамы, от состояния здоровья женщин, которые, ну, собственно говоря, рожают. До 20% детей, тех, которые лечатся у нас в клинике, это дети вот первых месяцев жизни, периода новорожденности. Очень много детей, особенно в последнее время, от недоношенной беременности. Это проблема очень такая серьезная. И это особо ранимые дети, и вообще новорожденные, которые заболел. Конечно, если брать детей постарше, взрослых, то здесь ситуация иная. Эти дети очень ранимы, незащищены. И, собственно говоря, эта проблема нас беспокоит. То есть, другими словами, здоровье наших детей напрямую зависит от здоровья родителей. И здесь как раз-таки вторым стоит задуматься. Да, совершенно верно. К рождению ребенка надо готовиться. Семья или семейная пара, или и семейная пара, и семья, которая их окружает, безусловно, должны готовиться к рождению ребенка. Безусловно. У нас есть все возможности подготовиться в плане, ну, моральном это понятно, там, материальном это тоже. Но состояние здоровья, никаких, в общем-то, проблем и вопросов у семьи, у семейной пары для консультирования, для какого-то выработки, ну, не знаю, времени для того, чтобы подойти в оптимальном состоянии здоровья. Это очень важно. Период, значит, начало развития жизни, первые недели и дальше беременности, это очень важно для того, чтобы ребенок родился максимально здоровым. Вячеслав Станиславович, спасибо за, безусловно, полезную информацию. Ну, и, конечно, пожелаем удачи в строительстве действительно важного и нужного объекта, многофункционального объекта, реконструкция детской областной больницы. Спасибо, до новых встреч. На уходящей неделе отмечался Всемирный день театра. Это международный профессиональный праздник, который был установлен в 1961 году. Ежегодно он проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». О том, как сегодня работают и развиваются театры Гомельской области, чем здесь готовы удивлять зрителя и какие проекты были подготовлены специально к профессиональному празднику. Расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Всемирный день театра – это праздник не только творческих, трудолюбивых и вдохновленных своим профессиональным делом театральных работников, но и значимое событие в жизни главных ценителей и почитателей этого зрелищного вида искусства. Ежегодно ко дню театра проходят многочисленные премьеры, фестивали и выставки. Наш регион также поддерживает этот традиционный всемирный культурный марафон. Старейшим театром Гомельщины является областной драматический. Творческую труппу заслуженного коллектива Республики Беларусь составляют признанные мастера сцены, народные заслуженные артисты страны, а также молодые талантливые актеры, которые успешно перенимают опыт своих старших коллег. Ко Всемирному дню театра здесь подготовили премьерный спектакль «Ваша сестра и пленница». Это мистическая детективная история любви и ненависти, порядочности и вседозволенности, человеческого одиночества и предательства. Она призывает задуматься над жизненными ценностями и вечным вопросом, в чем заключается счастье. Дети, как известно, являются самыми требовательными зрителями. Заслужить их внимание и искреннюю улыбку иногда даже настоящим мастерам сцены бывает непросто. Именно поэтому в Гомельском государственном театре «Кукол» к выбору репертуара подходит со всей ответственностью. Каждую будущую постановку тщательно анализируют и адаптируют под возрастную аудиторию. В ближайшее время юных зрителей ждут премьерные спектакли «Сказка о маленькой старушке» и «Недетские игры». Также в этом году запланированы постановки «Волшебник изумрудного города» и «Маленький Николя» или «Очевидное и невероятное». Гомельский городской молодежный театр делает ставку на современную, актуальную и острую драматургию. Она заставляет зрителя задуматься над жизненными вопросами и проблемами, подключить к восприятию разум, чувства и эмоции. Среди последних творческих проектов премьерный спектакль «Летели качели» – диалог, размышления о том, к чему может привести мир иллюзий и как разобраться в своих внутренних противоречиях. А также психологический трейлер «Метод», который предлагает зрителям стать свидетелями эксперимента и увидеть, какие моральные принципы способен приступить человек ради успешной карьеры. Лирические и музыкальные комедии, спектакли для детей, постановки на военную тематику заставляют репертуар Мозырского драматического театра имени Мележа. Свою историю современный коллектив ведет с 1990 года. Между тем, первый драматический кружок в Мозыре появился еще в 1913-м. По доброй традиции, профессиональный праздник артисты Мозырского драматического театра имени Мележа встретили премьерой комедии «Кто смеется последним». К слову, на уходящей неделе к празднованию Всемирного дня театра подключились и многочисленные учреждения культуры. Так, в Гомельской центральной городской библиотеке имени Ерцина открылась выставка «Театр в красках». Здесь представлены творческие работы художников облдрамтеатра Татьяны Стысиной и Александра Крючковича. На выставке можно увидеть театральные эскизы Татьяны Стысиной. Это костюмы к спектаклям, которые идут в облдрамтеатре. Живописные работы экспозиции принадлежат кисти Александра Крючковича. Автор представил картины, которые пестрят яркими красками и заряжают посетителей библиотеки поистине весенним настроением. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина к празднованию Всемирного дня театра приурочили премьеру литературного моноспектакля «Клямка». На протяжении всего вечера на сцене автор пьесы и исполнитель единственной главной роли в постановке – знаменитый гомельский писатель и драматург Василий Ткачев. Моноспектакль «Клямка» – это искренний душевный рассказ о собственной жизни Василия Ткачева и людей, подаренных ему судьбой. А еще это близкая к каждому человеку история о возвращении к своим корням. С театральной жизнью региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова